Пресс-конференция сегодня у нас посвящена, вернее, с представителями творческого коллектива Хайкарского академического театра оперы и балета. Сейчас именно творческая часть коллектива проставит. С чем это связано? У вас определённое беспокойство в связи с этим. Поэтому расскажите, что происходит и ваши прогнозы. Добрый день. Сейчас. Да, извините. Да, я могу сам. И Ерёменко, артист оркестра, и Александр... Безотечного. Безотечного. Безотечного, артиста оркестра. Ну и представитель правкома Харьковского. Я представитель именно правкома. Я представитель цехкома оркестра, тоже, конечно, правосудист. Хорошо, сейчас тогда мы озвучим. В принципе, у нас уже готово письмо. Ну, кратко, чтобы вы понимали, что происходит. Значит, с 1 августа, выйдя из отпуска, творческий коллектив театра без всякого предупреждения был отправлен на трёхмесячный простой. Основание установка осветительного оборудования на сцене большого зала. И необходимость отключения театра от электроэнергии. На сегодня, на 10 августа, и мы думаем, что это будет не только на сегодня, никаких работ в театре не проводится, не начинается. Здание театра функционирует полноценно. То есть, работает освещение, и сроки проведения работ неизвестны. В результате в театре сложилась критическая ситуация. Сезон начнётся на 3 месяца позже, то есть, 3 месяца в театр не будет ничего зарабатывать. Труппа театра без репетиций и творческой подготовки спектаклей теряет форму, и нужно время для восстановления. Собственно, для чего и нужен всегда месяц до открытия сезона, когда мы выходим из отпуска. Сейчас артистов оркестра, хора и других просто даже не пускают в театр, даже для индивидуальных занятий. Не исключено, что многие талантливые ведущие солисты театра будут искать работу в других театрах Украины и даже за рубежом. Они, в принципе, востребованы. И труппа может потерять, собственно, ведущих наших мастеров. На все вопросы, запросы правкома показать и обосновать экономическую выгоду ни работы театра, ни проведения спектакля, ответа мы не получили на данный момент. Театр имеет огромный творческий потенциал и пользуется любовью не только у харьковской публики, но и успехом у зарубежной публики. Труппа театра и репетуар позволяют проводить спектакли не только на большой сцене театра, но и малые выездные форматы. Мы можем проводить спектакли на разных площадках для разной публики, мы можем проводить концерты. То есть театр даже при отсутствии большого зала может работать и давать свою продукцию. Без нормального репетиционного процесса невозможно дать качественный продукт. Театральный комплекс позволяет наладить этот процесс даже при отсутствии большого зала. У нас есть большое фойе, которое неоднократно использовалось, у нас есть большие классы. У нас есть малый зал, который сейчас простаивает и можно договориться с руководством малого зала об его аренде в счет взаимозачета. Это реально. Администрация театра почему-то не хочет рассматривать эти варианты. Хотя по трудовому законодательству в принципе имеет на это право предоставить коллективу альтернативную форму работ в период простоя. Это прописано в кодексе. Но фраза директора «Ваши репетиции денег мне не приносит», честно говоря, верла в ступор весь коллектив. И шантаж типа «Не нравится, будем сокращать» не характеризует нашего директора, компетентного руководителя. Труппа театра, хор, оркестр, солисты, балет, они не набираются с улицы. И нужно довольно длительное время, чтобы сформировалась действительно труппа, чтобы вот так вот просто сокращать, выгонять, разбрасывать. Ну как-то это не очень. Тем более, да, даже наше непростое время. То есть это никак не свидетельствует вообще грамотность руководства. Исходя из вышеизложенного, мы будем просить как бы Министерство культуры, руководство города. Во-первых, нам хочется, чтобы нам объяснили и обосновали необходимость трехмесячного простоя творческого коллектива. Помочь руководству изыскать альтернативные формы работы на период проведения реконструкционных работ и наладить репетиционный процесс. Оплатить стопроцентно вынужденный безосновательный простой с 1 августа до даты начала работ. Как мы понимаем, что до 15-го точно ничего не будет идти. То есть здесь оснований для простоя вообще нет, мы могли бы работать. Получить точную информацию от фирмы-подрядчика о сроках, необходимых на проведение работ, необходимости отключения театра на три месяца от электроэнергии и скорректировать простой театр, если все-таки в этом будет необходимость, согласно плану проведения работ. И помочь коллективу вовремя и качественно открыть сезон 2015-16 и начать зарабатывать деньги, в конце концов. Вот это вот то, что есть на данный момент и то, что мы хотели бы. В принципе, как бы тут все изложено, как бы все основное. Добрый день, я Владимир Носков, Украинская служба радио «Суббота». Носколько мне известно, сегодня Олег Корещенко в Министерстве культуры, где как раз идет речь о запуске монтажа и насколько его позиция, то, что это связано с техникой безопасности, там будут идти работать по сварке, по замене электричества, да. И он говорит, даже в малом зале тоже будут обеспечивать, невозможно будет работать. И он говорит, что администрация президента подписала указ о приостановке изведенной работы до 10 октября. Вам будут платить зарплату 2500 гривен, по его словам. И только с этим связано. Все-таки, вот ваше недовольствие в том, что с тем, что зарплаты меньше, да, либо, то есть вот это понимание, как можно и делать вот революцию, да, в театре, будут менять технику, осветительное оборудование японское будут ставить. Сейчас можно. Смотрите, ну, в первую очередь, дирекции театра тоже задавались вопросы. Если, ну, все грамотные люди понимают, если начинается какая-то большая работа, планируется, да, есть какой-то план этих работ, мероприятий, да, который четко слово слово. Есть фирма-подрядчик, которая должна выполнять эти работы. На данный момент официально нам не дали информации по фирме-подрядчика, которая будет заниматься этими работами, и нету плана проведения этих работ. И, соответственно, из-за этого у нас творческий коллектив, просто мы, в общем, если вы человек, знакомый вообще с творчеством, с искусством, все люди нашей профессии, они должны заниматься, поддерживать свой профессиональный уровень. В чем это заключается? Элементарно люди приходят, играют на музыкальных инструментах, люди там танцуют, поют и все. Не у всех есть возможность даже просто элементарно делать это дома. Понимаете или нет, там есть инструменты, на которых можно дома поиграть, там соседи с 12 этажей, там они по батарее постучат, ну простят. А представьте, у вас сосед, который будет у вас на тромбоне или на тубе, часов по пять, по шесть, ну, вам наигрывают прекрасные мелодии. Я думаю, что буквально на следующий день вы, наверное, ну, предпримите какие-то определенные меры. Дирекция театра по этому поводу что нам сказала? Занимайтесь индивидуально, ничего страшного. Если надо, можно в шкафу посидеть, позадиматься. Ну, наверное. Насчет денег. Мы не поднимаем вопрос сейчас о деньгах. Поэтому вот этот вот, как бы, поворот, да, вам мало денег, да, ну, не совсем корректно звучит, скажу так. Нет, я не сказал вам. Да, хорошо. Я все-таки хочу понять. Главное, ваша претензия. Главное, наша претензия. Сейчас простой, необоснован. Театр работает, никаких работ не проводится. Пока они не проводятся, мы могли бы там полноценно работать. Мы хотим вовремя или как можно раньше запустить сезон, потому что это те деньги, которые мы можем зарабатывать. Театр не так много зарабатывает, это децессионное, да, все-таки учреждение, но мы можем зарабатывать. Нет никакого основания на трехмесячный простой. То есть речь идет не про деньги. Нас просто вот, непонятно вообще, то есть никто не просчитывал, никто это дело как бы вот не организовывал ничего. Вот просто отправили на три месяца. Можно дополнить. Нас просто элементарно на данный момент не пускают на территорию театра, чтобы даже индивидуальные занятия были. Той части театра, которая абсолютно не имеет отношения к большому залу. Если будет, да, если будет реконструкция большого театра, есть масса помещений. И большие хоровые залы, есть балетный зал, есть фойе, даже если там, оно же фойе не на одном этаже, поймите, там же в театре Ярусов-то сколько-сколько этажей, и везде большие площадки. Есть возможность репетировать. Есть. Почему это не используется, почему руководством театра это не принимается во внимание, пусть руководство объясняет. У нас творчество не индивидуальное, а коллективное. Это же трупа. Поэтому, да, да, да. Меня зовут Светлана Рякостальна. Я знаю, что вообще коллектива в этом театре больше 800 человек, и в том числе больше половины этого количества творческих работ. Хотелось бы знать, вот этот текст, который мы сейчас обнародовали журналистам, он принят на каком-то собрании, вы собирали подписи, чье это решение? Это про фон от имени коллектива решил или как? И в развитии, скажите мне для бэкгранда, значит, уточняющие данные, и какой ваш репертуар на сегодня? Что вы можете показать за рубежом в Великолепии? Постепенно, да? Постепенно, да. Ага, значит, постепенно. Да, этот текст составлен как бы правкомом на просьбу обладминистрации, как говорится, нужно предоставить конкретное, как обычно, письмо, чтобы запустить вообще разговор. Потому что администрация, например, обладминистрация, департамент культуры и туризма, когда мы пришли, оно вообще не было в курсе того, что театр находится в простой. Но это нам было озвучено зам директора департамента. Потому что он им не подчиняется. Он им не подчиняется. Но при этом очень много вопросов. Однако культурная жизнь и театр, да, очень много вопросов, как бы решается, и обладминистрация, она в курсе. Вот, подчиняется, не подчиняется. Вот, и здание, насколько я знаю, находится в ведении обладминистрации. Вот, дальше. Репертуар театра на данный момент был самый большой в Украине. То есть у нас порядка 45 спектаклей. Выездных спектаклей, которые мы показываем за границей, если брать оперы и балеты, их, наверное, около 20. В частности, сейчас вот даже балет готовится на очередные гастроли. И здесь, я думаю, представители балета нам озвучат тоже интересную ситуацию. То есть фактически балет работает бесплатно. Вот, полноценно, бесплатно ставятся спектакли на гастроли. Вот, очень хорошая, удачная, как говорится, экономия. Если я ответил, да. Есть какие-то, я думаю, приглашения сейчас собраться и ты их завершишь? Балет готовится на строительство. Балет едет сейчас домой. Можно тогда попросить представителя? Ира. Можешь немножко озвучить? Вот спрашивают, куда едет балет? Ира, 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 Ирочка, пожалуйста, подойдите сюда, пожалуйста. Видео, когда можно, да. А можно? Да, сейчас, да. Отвечаем следующий вопрос, уже так, а не все как-то. Стучит. И представьте, пожалуйста, с вами имя, фамилия Ирина Владыгина, солистка балета, член правкома театра. Как бы на сегодняшний момент по факту балет как бы с 3 августа работает полноценно, потому что приглашена постановщица на постановку спектакля «Снежная королева», который заявлен бельгийским. Инкрасарио для гастролей в Бельгии. Но это никак нам не оплачивается, так как по факту мы находимся в простое. А действительно, мы выходим и работаем на полную мощность свою. Так же заявлены гастроли в Голландии со спектаклями «Лебединая» и «Снежная королева». Вот. И как бы было, не знаю, на нас надавлено, правильно ли это сказать, или нам было предложено выйти и входить в форму, согласно планам этих гастролей. Мы репетируем в данный момент в одном из двух залов Харьковского театра. Опер и балет. То есть возможно использовать помещение театра, возможно проводить работы, да? То есть очень удачно, да? Часть коллектива театра просто работает бесплатно. Мы работаем, да, без света. И свет не отключаем. Вопрос. Да, можно выточнить по цифрам, сколько конкретно людей из коллектива выходит на работу, а сколько нет. И второе, выточните, пожалуйста, ваше мнение о проведении директора и вообще вот такой, как первое, мотивация, что как раз у вас там есть, по-моему, потому что они говорят, по вашему мнению, зачем вы не давать вам репетировать, если есть это возможно? Это общий вопрос или это конкретно? Кому это было? Ну смотрите, получается, как бы по официальным бумагам, документам у нас в данный момент работает в театре только административная часть в полном объеме. Там люди, обслуживающие персоналы, это которые там сантехника, электрики, которые обслуживают здание. Весь творческий коллектив, это цех оркестра, цех балета, цех солистов, цех хора и цех меманца, это постановочная часть, они официально находятся в простой 66%. Сколько, такое количество человек у нас? Это где-то порядка 300... Творческие 370 человек, ну минус балет, сколько? Нет, официально они что же... Они что же на простой? 370 человек? Это где-то в районе 370 человек, это вот официально, кто вот сейчас находится вот на простое. Остальная часть театра, вот это же основная, ну крича из них, ну там где-то порядка 400 человек еще. Вот отчасти это именно администрация, ну именно, получается вся творческая часть театра, она сейчас на простое. Скажите, пожалуйста, а какие у вас сейчас долги по зарплате? На данный момент, вы понимаете, у нас зарплаты очень вообще тоже тему затронули интересную. У нас, начиная с апреля месяца, мы работали до конца сезона с одним плюс еще выходным днем. Это еще был прошлый правком, в администрации театра, в общем, как бы правком согласовали. И, в общем, мы помним, как минус один рабочий день еще в нашей зарплате, получается, у нас забрали в неделю, да, это 4 дня в месяц минус и зарплаты. Это сокращенный рабочий день. До этого, да, до этого в декабре две недели за свой счет мы сидели. Ну это конец прошлого года, да. Да, экономили деньги. Есть долги, наверное, по заработной плате, но сейчас мы не об этом поднимаем вопрос и не про это говорим. Какое отношение долг-заработная плата имеет простой театр, связанному с реконструкцией? Если мы сейчас, нет, если очень интересно, мы, конечно, сейчас можем вернуться к этому вопросу. Нет, это одна из проблем у нас. Одна из проблем у нас какая? У нас много проблем в театре. У нас недолги по заработной плате. У нас, получается, проблема, что у нас нехватка денег на заработную плату, как нам руководство говорит. И в связи с этим надо, ну, любым способом провести какую-то экономию заработной платы. С чем это связано? В общем, государство, мы находимся же у нас в предприятии, не на полном финансировании, да. Мы от государства до определенного момента получали 90%, 10% в театр должен был сам зарабатывать. Это сюда 10% это на оплату коммунальных услуг, там на доплату по зарплате, там и все остальное, на свои расходы. Потом закон немножко изменился, государство теперь выплачивает 87%, театр должен еще на 3% больше зарабатывать. И получается, вот все знают, что идет инфляция, индексация, да, вот эти все деньги, они съедаются потихонечку. И получается, как рассказывают бухгалтерии, экономисты, что денег, которые выделены на театру на заработную плату, их уже не хватает определенная сумма. Так как мы их не зарабатываем, нам говорят, что мы не зарабатываем эти деньги, а видите, ситуация получается, что мы их и не заработаем. Получается, у нас эта проблема не решается, у нас эта проблема еще дальше увеличивается, удваивается. Но было новое поддание руководства театра на правку, чтобы поддержать дальше идею, начиная с августа месяца до конца года, чтобы каждый месяц, помимо нашего, как бы, четырех официальных выходных, у нас еще были, опять же, те же еще сокращенные рабочие люди. Сейчас я дальше просто говорю. Руководство три пункта нам показало. Первое, поддержать такой вариант. Второй вариант, это уйти на простой. Сейчас, подождите. Простой, услышали первое, да? Простой. И третий вариант, сокращение штата, согласно имеющимся деньгам. Правком не дал согласия ни на один из этих вариантов. Было предложено сделать директору театра общее собрание, на котором, во-первых, он бы вышел, бы отчитался за прошедший год финансовый, что театр заработал, вообще, как прошла работа театра. Ну, это, в общем, всегда было принято, у нас каждый год это проходило, что дирекция театра раз в год выходила на общее собрание, отчитывалась, ну, о нашей проделанной работе. Постановки спектаклей, заработанные деньги, потраченные деньги, там, на разные нужды театра, там, куда сколько раз съездили, кто там сколько раз приехал. Это собрание не было проведено. Через какое-то время дирекция собрала собрание вообще, но тематика собрания была односторонней. Проблема финансовая, в общем, ситуация такая, что мы вынуждены выйти на коллектив, так как правком нас не поддерживает. Вот, у нас два варианта. Или сокращенная рабочая неделя, или простой театр. Про гранды тогда никакого слова вообще речи не велось. Про установку гранды, про монтировку оборудования. Наверное, на радость коллективу и, на большое сожалению, руководство, все, что руководство хотелось донести на коллектив, они поддержки не услышали. Так как услышалось много выступлений артистов, ведущих и еще многих работников по поводу того, что вообще как-то непонятно у нас работа проходит. Вы говорите о зарабатывании денег, а мы не видим, как это происходит вообще. Нету там афиш театральных, нету каких-то постановок, нету ничего, ничего, ничего. В общем, на этом у нас театральный сезон и закончился. Можно я добавлю просто немножко. То есть, как говорится, понимаем подспорно, да, что за простой и какая причина простой. Но когда официально директору просто спросили, простой, потому что нет денег на зарплату, директор официально ответил на правкоме, дефицит заработной платы не имеет никакого отношения к простой. У простой это реконструкция. Поэтому мы сейчас обращаемся по этому направлению и не трогаем дефицит заработной платы. Когда на собрании озвучивали, то есть дирекция, когда мы спрашивали, какие вообще варианты даже от поиска денег и прочее. Но смотрите, даже элементарно, вы знаете, наверное, что театр закрыл сезон блестящей премьерой Кармен, да? Был полный зал народа по премьерным расценкам. Скажите, как любой хозяин производитель, который произвел классный продукт, он будет продавать один экземпляр этого продукта? Почему была одна премьера перед отпуском? Почему не запустить 3-5, который был бы шел на полный зал, и мы бы заработали деньги неплохие? Где здесь тогда, как говорится, ну, мудрость руководства, будем говорить, хоть какая-то элементарная? Спектакли очень многие действительно идут при пустых залах, потому что мы видели рекламу как раз только Кармен. До этого вообще наших афиш по городу какого-то время вообще не было. И даже как артистам, знаете, выходить, ну, дискомфортно играть, когда в зале сидит, у нас уже тотализатор, сколько сегодня, 30 человек или 33 в зале. Ну, вы знаете это, это смешно. То есть, где работа рекламного маркетингового отдела, где это, про что нам Олег Владимирович говорил, как только пришел театр, что это дело будет. Уже он здесь не один, не первый год, будем говорить так, да? Второй год уже, да. Извините, я просто скажу сейчас один вопрос. Проблем, вопрос по Армену Калаян, перед всем, послушку, проводил. Не, не, я сейчас скажу просто. Нет, да, режиссер-постановщик Армен, кстати. Нет, я сейчас у него немножко скажу. Здесь я немножко... Армен, может, у нас там обоих у нас зайдет? Да, да. И что-то защиту, и что-то не защиту. Может, я немножко не в формат зайду. Я насчет рекламы. У нас на самом деле, вот то, что вы видели, с Карвоин была реклама, и Кармина Буран, и новая реклама пошла. У нас совершенно новые люди сейчас пришли. У нас просто может... У нас есть одна беда, это внутри театра. Это информационное, это как, голодание внутри театра. Мы не в курсе того, что... Нет прозрачности, которого хотелось бы. У нас сейчас... Я могу сказать, потому что я работаю с этими людьми, поддержку новых... Зам. директора по рекламе, сайты делаются. Очень много сейчас проходит. Это как раз сейчас тот момент, когда можно все делать. И афиши по-новому делаются, и находятся средства, которых вообще нет. Но это новые люди. Просто год мы потеряли, на самом деле. Потому что были какие-то рекламщики непонятные. Ну, я не буду называть фамилии, но я не могу понять, зачем они нужны были в театре. С другой стороны, часть людей были, которых я бы, например, из команды оставил бы, да, с которыми мы работали. Ну, сейчас у нас как раз в возможности очень сильные ребята пришли, с которыми я работаю. И мы очень много сделали с ними. Можно ли просто... Да. Один вопрос, мы не ответили, просто было задано два. А мотивация, как вы считаете, какая у директора, не давать вам репетировать сейчас? Да, но сколько я поняла, это не хватает все-таки заработных плат, да, с отращения финансов? Малышка. Не давать репетировать, даже просто приходить бесплатно, просто потому что, чтобы была возможность репетировать, почему сейчас руководство не дает возможности, мы не понимаем и не знаем. И даже, я предполагаю, чисто, как говорится, коллектив не пошел мне навстречу, не согласился на предложенные простои, там, работы за свой счет, на тело. Ну, по-другому, это просто даже не взрослый ход. Виктория Березко, областный державный район. Питание наступное. Как, на вашу думку, все-таки, в середине театру вы знаете те, что не выходит на добрый. На вашу думку, какая справжняя причина того, что склалася такая ситуация? Бракую денег. Мы это понимаем. А ваш? Нехватка денег, это да, всегда этот вопрос, который нам говорят, оскільки мы уже работаем, очень много лет, там, в частности, я уже всегда говорю, что денег не хватает, мы каждый год с этой проблемой всегда сталкивались, но мы все равно, мы как-то... Все прошлые директора решали... Выходили из этих ситуаций и не доводилось до такой, ну, по мне, до такой абсурдной ситуации, не доходила ситуация. Мы находили выход решения вопросов, как-то все равно работа устраивалась, как-то работа проводилась, но так, чтобы взять коллектив и просто отправить на простой раз, и элементарно даже не дать возможности заходить в театр заниматься. Это первый у нас директор, он запомнился. Сформулируйте полностью гречения, потому что, извините, мы тоже должны как-то сформулировать... Скажите, пожалуйста, если собески театра, многие иногородние снимают квартиру, и они половину зарплаты своей отдают за съем квартиры, за что в данной ситуации существует и жизнь? Но мы не можем фантазировать, вы скажите, на что в раху и коштах, чтобы мы не фантазовали сами, почему вы заклили, на что в раху и коштах, на ваших воздействиях? Я могу сказать, что Назар Поплата уже сказал, что сейчас новый наказ, все это понятно, война, это мы тоже понимаем, но если сделать выставу, чтобы углянуть, нужно делать новую выставу. И будь-який театр, Метрополитена Пера, я державный театр возьму, Великий театр, Марьинский театр, Одесский театр, у нас выстава, я не знаю, где находятся эти деньги, чтобы сделать выставу, я просто не знаю. А весь час, то місто, то область, то держава в Одессе даёт, нам не даёт, розумієте, вистава, там може коштувати там півмільйона гривень, там чи 800, у Києві тому же самому, 800, там, чи мільйон гривень вистава. У нас вистава робиться, я не знаю, з яких коштів просто знакомиться, чтобы сделать выставу, будь-який театр, навіть державный, он потребует каких-то дотаций ззовно, на это тоже не лишают грошей, будь то есть выстава, будет глянуч, я хочу, чтобы еще почула, ну я до этого проблемы тоже хочу, чтобы эта проблема есть, нікому театр в Харкове не потребуется, розумієте? Есть вопросы? Да, привет, можно питание? Ну я не зраду, что говорила. Давайте, пожалуйста, вот это задание. Да. Дружина, Солонина Михайловова, Вистья, тоже направленное питание, вы нам кажете, что артистів не пускают вот так, а вот, что ли, я сказала, что там выбиваются репетиции, кого не пускают, да? Ну, чтобы вы понимали, да, балет репетируют, потому что это гастроли, это гастроли, на которые готовятся гастроли, у нас в театре проводятся коммерческие, все это приказано, это не театральные гастроли, да, значит, за это кто-то получает деньги. Естественно, коллектив должен готовиться к таким гастролям, за которые платятся деньги, и не только балету. Да, то есть, поэтому балет допущен репетировать в помещении, которое, как-то, да, опасно, да, по технике безопасности, там, что-то будут паять когда-то, отключать электроэнергию. Балет может репетировать в таких условиях. Так же, как работает бухгалтерия, отдел кадров и все остальные цеха. Театр сейчас функционирует абсолютно полноценно. А как можно не пустить, в загале, артистки в театр? Это закрываются двери на крючке? У нас турникеты новые, красивые такие, новые турникеты. У нас будут пластиковые карточки, которые специально сейчас не выдаются. Сказали, выдадут, когда вы выйдете с простоя. То есть, ну, вахта у нас хорошая, ребята сидят на вахте, люди, ничего не можем сказать. Они пускают, они нас знают, там, что-то забрать, вынести, да, свои вещи хотят. Но все, у нас режимное предприятие, теперь, наверное. Мы так понимаем. Все-таки питання до режисера Армена Калаяна. Из того, что складывается встальним часом ситуация в Харкове с музической культурой, если мы трешки оглянемося назад, то мы сгадаем, что зруйнована будильная филармония. В последнюю півроку были очень серьезные проблемы с оркестром виртуоза Слобожанщина. Такое ощущение, смотря на вашу ситуацию, что кому-то очень хочется, очень впливовому, хочется зруйнувать, как такую музическую культуру, элитарную музическую культуру в Харкове. И у меня впечатление, что оперный театр – это как бы остальная межа, остальный рубикон, остальная баркада музической культуры. Поэтому мне было интересно узнать от вас, как люди, которая больше-менее знает театральную и музическую культуру Харкови, как вы решите эту ситуацию? Это мои договоры, что они имеют под собой какое-то реальное педагогутство на вашу руку? Можете какие-то такие висновки сделать? Вы бы не говорите о ведущих сидений. А сейчас я не про гроши скажу, я, вы знаете, я очень часто, ну, почти не вижу людей, наших облрадов, міськую адміністрацию, взагалі в театрах. Про что может быть мова? Я ее вижу там на корпоративах, я вижу там пиарные акции. Если бы они пришли бы в театр и были бы взагалі знали, что у нас проходить. Там и в драматичных театрах так же, понимаете? Харков – это очень театральное место, очень театральное. И потребующий ходит, он знает. Но у нас, наши политиканы, они взагалі не знают, что у нас в театрах есть. И это как паласт в городе, может, и в области. Я понимаю, что нужно делать там, где-то в области, делать там дитячие кутки, клубы. А наши не потребуют. Будь-який театр наш может поездить за место, и есть площадки очень классные. Мы там за оркестровым ямом. Если бы мы имели поддержку, но хотя бы в транспорте, понимаете, поездить. Наш театр, театр Шевченка, театр Пушкина, Тюг. В Тюзи были бы в самом деле, это городский театр. Туда детей страшно просто завезти. Ну я просто говорю про проблемы, не про гроши, я говорю. Я хочу, чтобы, я хочу бачить, я хочу бачить всю нашу адміністрацію в театру. Нехай я скажу, может, там кому-то не сподобається. Будь-якому, я беру Донецьк, ну, до цих подій. Я в оперному театру Донецька бачу всю адміністрацію міську і обласну. Цельові вистави робилися в Донецьку і в оперному театрі, і в драматичному театрі для обладміністрації та міської адміністрації. І це не концерт. Це якщо прем'єра, вони не побачили і повний зал, повна зал. З дружинами, з дітьми. Я розумію, що інші люди, які прийдуть, їх діти, вони будуть знати, що це таке театр. Повірте, я проукраїнська людина, но родина Януковича, коли він був губернатором, він був на всіх прем'єрах. Це про щось каже, а наша влада, я задав теж питання і Геннадія Дорфівщу, що в театрах немає. Ну, не люблю я театру, тут немає тих дівчин, які мені подобаються. Було так. Це він вам так сказав? Він вам так сказав. Це було на зустрічі театра, і я запитав, я ж не про гроші, до речі, казав. Зрозумієте, якщо прийде влада в театр, за нею теж підтягнуться люди, бо люди теж будуть знати, підтягнеться преса. Бо преса теж так працює, знаєте, преса там, де влада. Ну, вибачте, але так і є. Ну, не завжди, але так і є. Зрозумієте? Ну, така преса, яка дасть піар, розумієте? Закрошувала. А ви розумієте, преси, ми не маємо, що, ну, можемо запрошувати, але цікавість теж повинна бути, правильно? А як кому до нас приходили в скринт з повідомленням про прем'єра? Рік від вас, дійчок ви не було, тільки ви з Карменку. А вот Кармен, отце, ну, так було, наш Рік у нас так пішов, як кажуть, підткос, знає? Я хочу немножечко добавити, щоб сказати, що не так все страшно, насправді. Ми знаємо, що господарство, да, то есть, якби, сім'ятово, виделило 65 мільйонів на достройку филармонії. Це в наше сейчас сложное время, да? То есть, є шаги, які робляться. Ми знаємо, що рішен вопрос, і с помощью, якби, обладмістрації з молодежним оркестром. Да, там просто були, ну, будем говорить, свої ігри. Вот, рішен вопрос, і молодежно, да, одерживається оркестр. Ми надіємося, що все-таки кто-то увидит і оперний театр. Хотілося б дуже. Пане, вас підтримує весь колектив? Оце питання у нас дуже полює. Чи у вас є такий розкол у колективі? Восі вважають, що Риченко правильно робить, а інші вважають, що неправильно? Якщо я перефразую, то є частина колективів, який говорить, що ми хочемо бути на простоі і не хочемо, як говориться, роботи і виступати, а є колектив, який говорить, що ми хочемо роботи і займатися своїм делом. Ви так спросили? Ні? Ні? Ні, так можна і не можна. Ні, так можна і не можна. Ну, якщо такий вопрос, такий відповідь. Якщо я поставлю? Так, я кажу, ми представляє весь колектив, наш колектив знає, що ми зараз знаходимося на пресс-конференції. Це текст в режимі, т.е. однозначно він зачитывався, т.е. обсуждався, виверялся, не тільки просто. Т.е. ми виступаємо зараз не от себе, ми виступаємо зараз от колективу. Олег, є патрусювальник? Да. Андрій Поповник, соні на фронті. Може такий вопрос по практическим шагам. Як ви собираєтеся зараз ставити свою точку зрения? Я і в плані зарплаты, і в плані номерів більшого професію? Ну, смотрите, получается, у нас на прошлой неделе, там у нас были встречи на уровне руководства областей. Ми зустрічали замгубернатора, з начальника департамента культуры туризма, там ще були встречи. Как бы, сейчас мы всем озвучили нашу, как бы, проблему, сложившуюся ситуацию. Они согласны разобраться в этой ситуации, как мы сейчас собираем, ну, занимаемся сбором документов, которые нужно там подать определенные заявления в определенном формате, да, там, получить ответы от руководства театра, которые, ну, руководству театра, ну, непосредственно правкома было направлено предложение работы на время простоя. Ну, там было указано, что, действительно, мы можем давать концерты, это может быть, там, крыльцо, там, театра, еще где-то, еще где-то, мы можем работать. Ну, как бы, по всем формальностям мы должны, там, в течение 10 дней только получить этот ответ. Поэтому мы сейчас ждем получения этих всех ответов, там, из всех инстанций, как бы, и... То есть, это будет неподобриятно, не в вашу пользу? Мы, ну, как, давайте не будем о плохом, сейчас давайте закончим. Все-таки давайте мы вначале вот начнем, вот, видите, мы с вами встретились, общаемся, это все-таки, ну, какая-то реакция после этого общения, что будет все-таки, наверное, да, кто-то нас услышит. То есть, наверное, у нас опять будут встречи с руководством нашего театра, я думаю, что будут уже более какими-то продуктивными, а не в русле того, что если вы не хотите договариваться, значит, будем сокращать вас. Наверное, мы уже как-то по-другому начнем общаться на эту тему, беседовать. И, исходя из этого, уже будем смотреть о наших дальнейших действиях. Хотелось бы, вот, лично мне веб хотелось бы, например, играть и исполнять какую-то музыку, а, извините, а не ходить с этими бумажками, в принципе, я не этому учился в своей жизни. Поэтому и всем моим коллегам хочется точно таким же делом заниматься. Скажу более конкретно, да, в ЗОТе прописано условие простоя, конкретно изложено, что в частности, да, это генеральная реконструкция, может быть, основанием для простоя. Поэтому мы, поэтому и хотим получить от фирмы подрядчика, понимаем, что нам не дадут, это должен быть запрос откуда-то свыше, что это будут за работы, насколько это попадает в реконструкцию. Мы хотим обоснований за вот этот период, сейчас 10 дней он и больше, потому что нет оснований для простоя, а значит, нет нарушения законодательства. И если, как говорится, все пойдет не так, как мы хотим, я думаю, у нас есть все основания обращаться в правоохранительные органы. Последовательность действий, как бы, ну... И последний вопрос, беру на себя его, скажите, пожалуйста, Вы говорите, что талантливые артисты, они не будут долго простая, поэтому ищут более, скажем так, благоприятные места для работы. От начала простоя, сколько таких людей, которые уже на полпусти к другому месту работают? Есть ли такие... Тут трудно сказать, потому что нам никто не сообщает, кто ищет работу, сейчас, да, наверное, мы узнаем, когда мы выйдем из простоя, кто у нас остался и все. Будем надеяться, что останутся все, потому что, в принципе, все являются патриотами. И города, и театра, да. Но то, что наши артисты, они востребованы, и, конечно, если выбирать, сидеть не без денег, я уже не говорю о том, что условия работы в других театрах, они даже несколько получше, чем у нас, да, то этот вариант, он возможен вполне и, как говорится, узнать, выйдет узнать. Я думаю, что в других театрах Украины зарплата выше, чем у нас, и если человек... Ну, отношения к коллективу, да, да. То есть пока в таких случаях... Пока что да, мы пока не можем конкретно говорить, не будем, как говорится, об этом... Хорошо, спасибо большое. Наша площадка открыта для трех сторон раздовора, конфликта не озвучивает. Поэтому, если есть какие-то ответные реакции, просим высказывать. Спасибо спикерам. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое.